Ford наконец выкатил главную новинку этого года – классический внедорожник Bronco. Другого такого долгостроя современный автопром, пожалуй, не припомнит, ведь концепт машины показали аж 6 лет назад. Технически Bronco вырос из пикапа Ranger. У него рамная конструкция, неразрезной мост сзади, но независимая подвеска спереди. Дорожный просвет больше 20 сантиметров, притом фирменный лифт-комплект задуман изначально. Так прямо на заводе могут быть установлены грязевые шины внешним диаметром 35 дюймов, к которым прилагается доработанная подвеска. В итоге дорожный просвет дополнительно возрастет до 30 сантиметров. Под капотом Bronco может стоять только один из двух турбомоторов на 4 или 6 цилиндров. С младшим движком состыкована аж 7-ступенчатая механика, хотя вместо частокола передач реально заказать 10-ти диапазонный автомат. Такая же коробка для V-образной шестерки – единственный вариант. Еще новый вездеход предлагает два варианта полноприводной трансмиссии, которые различаются передаточным числом понижайки. А вот блокировки межколесных дифференциалов – опция. Впрочем, многие ли американские владельцы захотят выезжать на тяжелое бездорожье. Но интерьерщики все равно получили задание сделать салон моющимся. Поэтому воды не боятся ни обивка сидений, ни кнопки управления, а в полу есть дренажное отверстие. Также искателям приключений наверняка придется по душе трансформация кузова. С машины перед выездом на бездорожье можно снять безрамочные двери. Более того, экипажу не придется придумывать, куда их деть. В багажнике предусмотрены специальные крепления. И да, если канонический «Бронко» был строго пятидверным, то новый вдобавок имеет трехдверный вариант. Такая машина оснащается мягким верхом со съемными секциями. У трехдверки быстросъемный трехсекционный жесткий верх. Чтобы одним из первых заполучить такой автомобиль, достаточно внести 100-долларовый депозит. При том, что стартовый ценник около 30 тысяч долларов. Реальные отгрузки машин стартуют только весной следующего года. И это ожидание в радость. Выпуск предыдущего «Бронко» завершился четверть века назад. Учитывая, как ловко фордовские дизайнеры обыграли ностальгические ретро-мотивы, за внедорожником наверняка выстроится очередь на зависть джипу «Рэнглер». В России «Форд» оставил только коммерческие фургоны, так что купить «Бронко» помогут серые дилеры. А вот на Украине новинка вполне может появиться, ведь родственные пикапы «Рэнджер» на рынке представлены. Стоит ли «Форду» вернуться в Россию и с какими моделями? Напишите нам в комментариях.